Вместо 300 тысяч, все 700. Владимирский хлебокомбинат через суд обязали выплатить сотруднице, потерявшей руку, денежную компенсацию. Такое решение приняли во Фрунзенском районном суде 19 июня. Исковые требования прокурора, который защищал сторону потерпевшей, удовлетворили частично. Изначально женщина хотела получить моральную компенсацию в миллион, а известный производитель хлебобулочных изделий предлагал только 300 тысяч. Напомним, бывшую сотрудницу предприятия зовут Светлана Круглова. 56-летняя работница лишилась руки 10 сентября 2023 года. Она заменяла коллегу и временно работала на тестоделителе. Не отключив аппарат, женщина попыталась убрать тестовый пузырь рукой, как вдруг конечность затянула в механизм и оторвало кисть. Теперь Светлана находится в длительном процессе восстановления и реабилитации. Ей требуется постоянный уход и помощь в быту. Вместе с потерей руки женщина потеряла и профработоспособность. Дело взяла под контроль региональная прокуратура. После ее проверки Следственный комитет области завел уголовное дело. Как установили следствие и суд, женщине не объяснили правила безопасности. Кроме того, аппарат был неисправен. При этом в суде представители хлебокомбината продолжили заверять, что ЧП произошло в том числе по вине самой работницы. Представители ответчика АО «Владимирский хлебокомбинат» в суде заявили о том, что несчастный случай произошел в том числе и из-за действий самого работника, которая, не отключив работающий аппарат, стала убирать тестовый пузырь рукой. Исследовав все доказательства по делу, выслушав доводы сторон, допросив свидетелей, суд пришел к выводу, а правомерности заявленных требований удовлетворил их частично. В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило. Будет ли оно обжаловано, мы уточнили у представителя Владимирского хлебокомбината. Как утверждают представители хлебокомбината, после инцидента работники производственных участков были снова проинформированы о правилах безопасности. На производстве провели внеплановые инструктажи, обновили знаки безопасности и наглядные инструкции.